Всем привет тем, кто будет смотреть на ютюбе эту запись. Я понятия не имею, записывается ли у меня сейчас голос, но все же я попробую. Итак, что я вам хотел показать на своей сборочке. Вот так вот будет выглядеть арония скала после квестов, связанных со строительством. То есть, ну вот, видите, я тут поставил домики, поменял. Такая предварительная как бы версия. Тут еще пока старые двери. Ну это ладно, это такая ионная видна вообще. Вот, вся воронья скала из себя представляет, как бы это назвать-то, домики в имперском стиле. Внутри интерьеры будут, разумеется, старые. Вот, например, вот этот домик, который по квесту должен быть выбранный. То есть, либо его, либо кузнеца-домик. Либо вот продавца, либо кузнеца-домик. Вот видите, интерьер тут старенький. И тем не менее, тут есть торговец. Вот те, кто играл в маринт, наверняка вспомнит, как выглядело. Что там так же это все выглядело. Теперь давайте я зайду туда воронью скалу. Вам покажу, как тут все устроено. Воронья скала, ну в смысле, шахта вороньей скалы. Ну, она не слишком большая, не слишком маленькая. Вот, наверное, единственная дверь, которая тут адекватная стоит, это вот эта вот. Ну, это пока. Разумеется, интерьеры тут все старые. Чтобы еще вам сказать про это все дело. Ну, вот как-то вот так вот это все будет выглядеть. Разумеется, у меня квесты не будут заработать ни один в моей сборке. Я их как бы чинить не особенно умею. Ну, вот это все, все вот эти строения, они будут все заложены в механизм. То есть, без этого как бы никуда. Домики все были взяты из-за литью, да, они там кривые все, косые. Без негативных стен, поэтому пришлось вот так и тут обвалить их снегом. Давайте я вам покажу это все дело с птичьего полета. С расстояние. Как это все выглядит сверху. Сверху это выглядит вот так вот. И сейчас я вам для сравнения покажу, как это все выглядит на карте. Муравинда. Соответственно, на карте это выглядит тоже приблизительно так же. То есть, я не менял в кардинальном таком ключе расположение всех домиков. Все было максимально приближено к муравинду. Вот, а у нас вот так тут. Давайте мы еще тогда сейчас разбегаем в деревню скалов. Она закончена на 99 процентов. Думаю, тоже будет интересно на нее вам посмотреть. Да. Вот такая вот у нас деревня скалов тут. Тут деталей, конечно же, побольше. И домики тут не такие. Тут вайтранский стиль. И тут все двери стоят на своих местах. Вот, например, домик шамана. Ну, я старался, чтобы было максимально близко похоже на оригинал. Не знаю, как это получилось у меня или нет. Ну, я даже добавил сюда кузницу. Не знаю пока, как ее я свяжу с оригинальной системой.